меня зовут осин татьяна владимировна я психолог семейный психолог специалист по зависимостям по созависимости и естественно я член азарии почему я здесь читаю лекции я очень люблю здесь читать лекции потому что я дочка и жена и мать у меня весь набор и 23 года в программе так что вот это потом это потом психолог и потом у меня специализации это все потом это все за те годы пока я выздоравливаю и теперь я конечно знаю для каждого из вас рецепт важно чтобы я смогла его вам донести чтобы вы могли эту эти знания себе взять и применить реальной жизни и сегодня взяла тему как материнская любовь у вас возникают какие-нибудь ассоциации в том почему я взяла эту почему не отцовская любовь хотя и здесь отцы почему я не взяла при родительская любовь вот почему основная кто понимает почему основные вот если вы представите человека который вас любил безусловно а такой человек точно есть вашей жизни я вас уверяю это надо правда посидеть и подумать и повспоминать кто вас любил безусловно и я вам сто процентов говорю что это не будет мама это не будет мама за все годы пока я виду группы писаете а группы виду 23 года сколько тысяч людей прошло через да так скажем этот пример ни один человек не назвал что это мама возможно мама которая выздоравливала вот у тех да если она выздоравливала поднимать все шаговые программе и если она дальше приобрела новые знания да вот она тогда начала проявлять безусловную любовь если вы себя спросите любите ли вы своих детей безусловно каждый из вас затруднится сказать потому что в результате травм который сейчас есть вашей жизни здесь люди сидят только травмированную понимаете да здесь просто так никто не пришел посидеть из любопытства и посмотреть вы поймете что вы своих детей безусловно не любите поэтому почему материнская любовь она не безусловно на данный момент я вам говорю да если вы некоторое время повздоравливаете научитесь она будет безусловно а почему именно материнская не отцовская не родительская ну азария матери против наркотиков почему азария не родители против но не все клетки материнские но все таки матери собрались и организовали такой организм молитва матери самой сильно это точно совершенно вот это известный факт это 1913 год это описанные факты когда мать отмаливала своего сына действительно отмолила и он не смог дальше употреблять алкоголь хотя была алкоголька но это да давно а нам нужно здесь и сейчас еще какие ассоциации почему материнской связь на рассматривать связь матерью самое сильное вот вне зависимости от того кто у вас родился . сын двойня тройня все равно связь с матерью самое сильное почему потому что на химическом уровне внутриутробно ну понятно что мы не очень помним там как мы там были внутри хотя интересной практике позволяет это вспомните момент рождения прочее но это отдельная работа мы сейчас не об этом мы сейчас а зависимости в зависимостях и созависимости значит мы голос матери слышали внутриутробно еще там внутри себя и от того как мама к нам относилась как она с нами разговаривала или не разговаривала общалась или не общалась если брать поколение когда родили меня было не принято общаться с ребенком внутриутробно и вообще аборт считался нормой и слава богу их разрешение в 54 году и все начали делать а так они умирали от криминальных абортов вы понимаете да почему мы сейчас имеем и к и проблемы с этим делом потому что есть поколение которое относилась к этому легко ну это потому что раньше было а мы с вами а сейчас значит материнская молитва самая сильная но я не говорю не умоляю ни в коем случае отцовской желание любви и прочее и что мы с вами замечаем своих семьях возможно часто когда дети ваши начинают употреблять наркотики либо какой-то другой путь не не тот неблаговидно выбирают то отцы чаще всего чё говорят виновата ты ты воспитала такое вот вот такое еще чё говорят я не знаю что с этим делать ты меня уволь я работаю вам деньги приношу ты уже делай чего-нибудь и поэтому здесь по статистике во всех группах аланон на ранон и прочие кода сидят в основном женщины матери жены и в общем женское население земли выздоравливает более активно чем мужское просто поэтому и еще материнская любовь им это именно то что вызывает вот как здоровье потому что материнская линия вот если брать по хеллингер да я тут очень много до сочетания методов вам говорю не только 12 шаговая программа ну что еще ускоряет или разве освоение и изменения вашей семьи то вот именно по материнской линии идет здоровье выздоровление и вот эта сила восстановления а что тогда идет по отцовской уже сразу процесс проговорим и да не будем к этому возвращаться кто знает что идет по отцовской линии потому что отцы очень важны для девочек которые папины дочки и для мальчиков естественно который если у вас сыновья деньги материальные деньги материальные блага образования и вообще вот этот идентификация с мужчиной идет именно по отцу поэтому отцовская не только любовь и весь его образ очень важен и естественно с ним контакт тоже очень важен то есть если вашей семье сохранился папа и у вас с ним есть контакт то это замечательно объяснить ему это что очень важно общаться с детьми как с девочками так и с мальчиками и принимать их такими какие есть и любите проявлять любовь очень важно даже если он как я не знаю что делать станет меня я много работаю я у меня нет сил ходить на твои группы и общаться со своими детьми больными вот все что угодно вы слышите просите все равно отца общаться и проявлять любовь именно на том языке который вашей семье принят сейчас будем немножко останавливаться на этом потому что не в каждой семье есть языки любви и есть семью которых проявление любви запрещено есть такое я часто спрашиваю как вы проявляете в семье любовь и многие год не у нас не принято говорить о любви вообще мы ничего вообще таких слов не называем никогда никогда не пишем никогда нигде не подписываем что я тебя люблю вот так вот типа привет там как дела вот такое все до погоде и природе о чем угодно но здорово если заболел а уж когда заболел это наша вот тут каждый день и несколько раз день а чё с утра а пришел они пришла там где оболталась всю ночь а деньги как украла не украла посадили не посадили у нас вот тут тут разговоров на несколько лет и я всегда привожу пример своей свекрови первого брака бабушки моего сына которая лет пять после его выздоровления все после его чисто наступление частоты она все еще спрашивала не употребляет они употребляют я браво сколько лет еще будете спрашивать вот сколько лет еще будет звучать этот вопрос пусть уже не каждый день но звучит перестала она у нас выздоровеет поскольку все про программные круга значит понятно по материнской линии здоровья по отцовской линии очень большая поддержка социализация образование идентификация у девочки на мужчин у мальчика какой он должен быть он будет такой же как папа это точно совершенно значит поняли но все мы с вами имеем дело если материнской любви не хватило а почему я может не хватить вот если вы вспомните себя если вы матери да и вы вспомните себя как вы рожали свои детей как вы вынашивали как вы потом до сидели хорошо попали до трех лет сидеть мое время никаких трех лет если меня растили то вообще никакой надо было сразу там после секрета уже куда-то пристраивать и были ясли и всех ясли и все понятно когда мой сын родился 8 месяцев это детские сады ясли все дальше а мы чего делали а мы работали и если ваша работа вас заставляла очень много времени посвящать а то еще две работы потому что были всякие годы и 90 и и другие когда нужно было на двух работах а может быть вы еще учились и очень вам было не до детей и это было нормой это вот такая норма что дети должны вырасти потому что ты их кормишь поешь одеваешь в будущем свет вода что-то все есть но кто-то с ними сидит ясно что они не в опасности но как таковой мамы и проявление мамы вроде как но есть я и есть но я же выходные я живут пускай с ним там то или с ней вроде как чего-то даю но при этом в этот же момент я думаю если у меня проблема в семье то проблеме если я проблема с родителями родителя еще подружки у меня есть да еще мне хобби может быть есть и общем дети у меня не на первом месте и это нормально я к чему вам говорю чтобы вы пони понимали что это нормально ничего нет страшного что вы прожили жизнь именно так не у всех же также живущих как вы дети заболели не у всех мы с вами здесь сидим потому что у нас дети до получили проблему а там нет также точно росли уже есть одноклассницы одноклассники не все же такие дети я же здоровый каким образом до попадаем в это сейчас немножко тоже рассмотрим значит очень важно если ваши родители были зависимы то есть если вы вода взрослые дети алкоголиков или вы из дисфункциональной семьи но знаете да дисфункциональная уже можно изучить понять есть признаки описано все можно понять какая была функция не функция в семье дисфункционально это кто-то из родителей не выполнял функцию либо этот родитель отсутствовал силу там заболевания ранней смерти там может быть разлада ухода развода все что угодно и второй родитель остался и обычно кто остается мама если вы из такой семьи неполной то с вами была обязательно мама а если там ваши дети из неполной значит вы остались со своими детьми как мама поэтому еще материнская любовь даст нам основная потому что что с вами происходит после разлада в семье мы как сразу счастливый или прям перед разводом счастливые или после потери любого другого рода до своего близкого мы несчастны и вот из такой семьи ребенок если папа куда-то ушел может быть заболевание или на тот свет или болезнь то мама автоматом стала несчастным мама автоматом потеряла свою функцию матери и потеряла эту возможность вас любить потому что ей было только до себя у нее было горе и надо было выжить а при этом выпали свет и накормленные может быть даже у соседей росли и у бабушек дедушек но мама не было еще очень важный момент когда мама алкоголик я и своего опыта вам привожу сейчас примеры с чем я столкнулась как только я вижу тяжелое заболевание в семье ну вот не плюшевых наркоманов которые то ли употребляют то ли нет то ли начали то ли вот можно их там уже группу и там такой ну мальчик видом или девочка такая которую можно там поговорить с ней она все-таки пошла выздоравливать куда-то а есть такие очень сложные моменты и выздоравливает и в реп центр ложится и мы с семьей работаем и все делаем для того чтобы вроде как все восстанавливались а все равно срывается опять туда уходит вот это нехватка точно материнской любви чаще всего замечаю мало того бывает же сопутствующие заболевания то есть это могут быть не только наркомании алкоголизм компьютерной зависимости все остальное это могут быть психозы и это не от количества вещества или присутствие какого-то странного вещества а именно от нехватки материнской любви и поддержки и еще я столкнулась с неврозами ко мне же не только химически зависимые семьи приходит невроз как только я вижу тяжелый невроз обязательно нехватка материнской любви чаще всего поэтому останавливаюсь на этой теме поэтому выбрал эту тему чтобы вы понимали насколько это серьезная вещь и насколько короткий путь выздоровления я с вами все время еще короткий путь выздоровления чтобы была таблетка быстренько не проглотил она там переварилась и пошло все по-другому да и глазки заблестели всем по-другому ходит значит если мама алкоголик или понимаете да мама на тяжелой работе на двух работах либо мама умерла а папа чё делать когда мама умерла он еще другую женщина как ему не выжить иначе если у него особенно не один ребенок а 23 еще малолетний мы обязательно нужна женщина которая будет ему помогать их растить и это естественно и те кто вырос мачехой тоже не все очень просто прошла мачеха никогда не дадаст дети материнской любви они даже если вы сами мачехи и у вас очень много к ним тепла и любви вы все равно можете действовать только от имени родной матери особенно говорю про усыновленных детей удочеренных вот если в вашей семье это так очень серьезно занимайтесь поиском родственников по родительским корням по химическому что называется составу крови и если вы с уважением к тем людям относитесь обычно да мы не очень уважаемым бывает осуждаем говорим такая плохая семья ужасно дети отказались там бросили кинули лишили родительских прав это тоже все клеймо неправильно сразу говорю неправильно наше дело туда кланя и не говорю что искать и с ними общаться возможно там а социальный образ жизни поэтому не надо но находить знать иметь может быть фотографии и детям ну в том возрасте когда они могут это воспринять показывать показывать и рассказывать что твои родители вот это и я очень горжусь что именно они дали мне такую возможность тебя вырастить но это там где приемные дети где родные мы с вами матери наркоманов алкоголиков и других зависимых ну такая организация здесь я думаю все таки не присутствует так в общих чертах мы с вами чего нам с вами лет 40 50 да ну редко меньше это значит год рождения 70 80 какое поколение людей 70 80 родители много работают в стране застой и чего ленин такой молодой я это и сейчас ужасом прохожу мимо памятников ленина это 22 числа до апреля стоит танцы много караули родители много работают еще много общественной работы и еще раньше думая родине потом о себе да вот это все ну 80 это конечно концу 80-х закончилась но мы-то с вами оттуда и мы с вами это унаследовали ну я к чему а наши родители 40-х 50-х либо военное детство либо сразу после военное детство или либо у них родители погибли войну возможно если выжили то с вами какие пришли травмированные то есть ваши дедушки и бабушки если они выжили в войну дай бог да здоровья они травмированы то есть проект человек пройдя через войну уже утратил возможность быть ну так целостным вот просто когда нас учили я показываю до рассказываю нам показывали какие души приходят с войны вот физический человек может быть и целый не руки не ноги не пострадали там глаза и все это целое а душа вот потому что перед глазами смерть чуть не каждый день и несколько раз в день и сам возможно попадал то что на моего отца на прям дважды приходила похоронка дважды его хоронили сорок и жироса похоронка пошла и моя бабушка уже все ну она конечно не сдавалась но все равно это вот травма семьи то есть боль в душе и душа травмирована а если ваши родители даже были где-то в других регионах нашей страны голод холод потери смерть маленьких детей все равно от голода и от того что одеть нечего покушать нечего и в общем все абсолютно с войны пришли травмированы я потому что вы тоже себя ни в коем случае не обвиняли что у вас дефицит я рассказываю почему такое массовое количество дефицита то есть как по бабушкиной линии по маме так и по дедушке на линии по маме дефицит и у нас с вами сюда вам как мать матерям отца не пришло то количество которое должно бы было быть просто не дошло потому что страхи боль холод голод смерть вот так вот в лицо и и видишь и и поэтому сюда дальше мы своим сыновьям и дочерям не можем дать у нас просто нечего им дать вот нету чтобы дать но это не конечный результат что прям вот ничего и все тогда ничего сделать нельзя но магазине мы этой с вами не купим понимаете да никак мы все недополучили с раннего детства и нигде купить нельзя и восстановить можно только в результате выздоровления восстановление но сосредоточившись именно на этой теме и дальше я пишу и где где брать то во первых от предков но от каких движимой на здесь мы с вами война да и здесь нету но здесь же не шлагбаумы не то что непроходимая полоса там же до них были их предки и у дедушки были предки и бабушки были предки а прабабушек и прадедушек тоже были предки и если брать до революции кто знает свою родословную до революции там как было там не было до первой мировой войны долгое время не было войн крепостной право было отмене отменено в 1861 году русско-японская была но русско-японская все таки не вся страна у нас пострадала там ну кто-то воевала кто-то все-таки более-менее жил мирно и какие еще там люди жили как они жили они жили по домострою по правилам я не говорю что домострою надо взять учить эту дома применять нет может быть не надо но они жили по правилам и по заповедям было принято жить с любовью с богом в душе вы знаете бог это любовь высшая сила как мы понимаем в программе то есть мы ищем свою высшую силу в программе которая для нас источник любви так вот нас источник любви с вами в предках почему я говорю это как сто процентов у каждого из вас потому что вы здесь сидите живы и здоровы и понятного созависимость но созависимость все таки то 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 заболевание которое лечится и ничего там страшного не 12 шагов и все выход уходит значит наша задача что понять что там у нас на хромосомном уровне вот на этом в крови есть та любовь и те правила и те заповеди по которым жили наши предки сразу говорю где искать там где было много детей в семье и все дожили до взрослого возраста там где были браки такие многолетние и вместе прожили много лет никто никуда да не погиб не бросил не ушел там не разобрался что называется они никого не поубивал друг друга то и там где долго жили вот я всегда привожу пример мои свекрови от первого брака да она 28 года рождения 27 27 то есть и 92 сейчас живо-здорового звонит мне по мобильнику 92 научилась звонить по мобильнику сама теперь без всяких этих записных книжек она наизусть и телефоны и все имена вот такая дай бог памяти а ее мать умерла 96 то есть ее мать растила моего сына понимаете вот там все таки источник здоровья вне зависимости дальше от последствий понимаете до последствий это пошли но источник здоровья там есть и я там как могу это взять мне там сыну то надо правильно как я могу это взять кто знает обращаться с просьбами обращаться с просьбами в молитвах поминать кланяться потому что ясно что они все крещеные они все до войны понятно все крещеные может потом сомневаться от те то точно все крещеные можно молиться можно просить со свечкой стоять и еще все тяжелое что они прошли потому что мать моя свекровь прошла две войны первую мировую 2 мировую еще революции еще гражданской войне и когда я спрашиваю расскажи я и спрашивала расскажи как там было вот у этого человека было свое мнение насчет на этот счет и она и естественно смогла это прожить не разрушившись никак признаки созависимости были но я бы не сказал что очень сильные такие набрали как у меня нет таких не было очень грамотная такая мудрость народная такой прям человек от земли неграмотные всегда это крестик а сына учила азбуке здесь да здесь нет человек выжил революцию при советской власти до советской власти родители не умерли которые было восемь лет писать у него уже не было родителей 8 лет у нее осталось мало мало меньше меньше и сестер-братьев поэтому на школу не могла ходить но это ее история у вас у каждого есть свой предок который вам дает и сейчас силы еще как искать если есть фотографии берете фотографии и вглядывайтесь на кого вы похожи потому что если вы похожи там предположим на маму предков мама берете а мама на кого похоже если что-то похоже у нас же часто как тут от одного там от другого тут а третьего значит смотрим и смог и ищем на кого я похожа чей род я продолжаю откуда мне источник энергии любви то понимаете что вы все долюбленные потому что есть здоровье есть руки-ноги есть глаза социализированы у вас все в порядке оттуда можно взять усилить и добавить значит берем и отсюда и оттуда и обращаемся туда где по заповеди мы долго живи и много детей ищем колка хозяйство крепкая до раскулачивания обращаемся потому что раскулачивание тоже на существо влияет когда с земли собрали все отобрали вот это боль и горе вот это тоже на нас и тогда можем давать значит от предков если предков не знаем бывают такие семьи в которых все знаете выбрана фамилия поменяна отчество тоже все все иван иванович и крестьяне рабочие но есть такие семьи и есть такие национальности мы с вами все знаем историю нашей страны все так может быть значит если пока не как у нас там есть высшая сила как мы ее понимаем это программная фраза это второй шаг первые сделали сюда пришли второе надо делать надо искать кто у меня высшая сила даже если ваших семьи все это были пиронеры комсомольцы члены партии никто не верил это это нормально мы сами уже понимаем да вот в эти годы вообще ничего нельзя здесь тоже ничего нельзя все у нас несколько поколений совершенно церкви нет и никуда не зайти теперь заходишь из каждый раз спрашивать что делать что не делать шаг рамоты никакой нет и истинной веры понятно значит все делаем по программе берем второй шаг вопросы второго шага и ищем свою высшую силу ну если брать хеллингера да он священник до 61 года прошлого века был 7 вообще был священником и 2 семинари не закончен то не очень все легко душа бессмертная душа тому бога если умершие там бог все вместе можно всех просить одновременно все у бога и же 2 где нравится другой а где гарантия того что они хорошем месте отмаливайте будут хорошим я вас уверяю это даже если они обращаться потому что я не знаю где я не знаю что они там натворил я не знаю я понимаю когда мы не знаем то лучше конечно поверить хорошие чем плохое и можно даже поговорить со священником который предположим ваш священник вашей веры и спросить а как в таком случае когда я сомневаюсь если вы точно знаете что ваши предки совершили преступление но предположим вас такая информация есть опять же спрашиваем священника как можно отмолить плодя понятно что все священники разных религий знают чего делать когда душа так страдает можно отмолить если все равно остаются сомнений как то вы чувствуете влияние этого да сколько не прошу все мимо можно ли по хеллингеру сделать посмотреть кто там за потому что если на этом уровне совершено преступление то кто-то там все равно дал жизнь этому человеку и там есть сила его до любить и до нянчить и додать и я знаю когда мы ставим всем поколение очень интересное явление в расстановках бывает что тот седьмой какой-нибудь предок который мы знать не знаю писать и да всем где-то в среднем на 25 это какие века то и вот он прям подходит и вот этому предыдущему которые которым мы обращаемся с просьбой и там я я вас уверяю там при выстраиваться в струнку и слушается потому что это про 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 дед его надо слушаться и вот это слушаться в нас внутри точно есть даже если мы где-то ошиблись даже если вы сами где-то ошиблись и ушли в какую-то зависимости зависимость нанесли кому-то вред есть тот кто вас любит кто вас поддерживает никто вас научит правильно все делать по-другому не бывает так законно природа устроена что еще хотелось хотелось спросить вот например да говорите преступление совершал вот вроде бы мои бабушки да они были очень замечательные женщины очень много всего пройдено но я прекрасно знаю что они делали аборт да это только их уровень вот если в вашей семье есть такие проблемы да так скажем потому что понятно у наших матерей наших бабушек может быть даже много абортов когда хеллингер нас учил сам он прям вот показывал какие десятки до десятки даже до сотен абортов в каждой семье это принять принять это полностью как безвыход той ситуации в которой они находились невозможно родить было всех детей и довести их до взрослого возраста что был голод холод и нищета вообще вот просто поклониться душой к тому подвигу той женщины даже если она к этому легко относилась душа все равно страдала я вас уверяю это это заметно вот когда если кто-то ходит на расстановке заместителем обычно стоите вы чувствуете какая боль у того человека внутри в душе за то что это ну так вот случилось что дети ушли значит самое страшное если аборты на большом сроке вот это страшно если они вовремя ну так скажем по медицинским показаниям то менее страшно хотя она есть и отмаливать все равно и сейчас даже есть иконы в церкви при которой можно отмаливать аборты просто узнавайте у священников и делайте это если вам это важно так начинать надо отмаливать вначале своих предков а потом же сына зависим или как нет на сами нет времени всех отмолить утром и воскресенье христово варшавского до 1 воскресенье месяца значит мы с вами делаем все одновременно уж если вы пришли церковь значит естественно за здравие своим детям которые болеют смертельным заболеванием они могут не дождаться когда мы докопаемся с вами то истории архивные справки все соберем и обратиться ко всем святым по отмаливанию грехов вольных невольных знаем их незнаемых по всему роду такие молитвы тоже есть я знаю что мой духовный учитель меня посылал он первое что сделал со мной иди отмаливай все свои игры это причем неважно иди отмаливая сидела отмаливала целый час там уже служба шла и прошла я все сидела ревела а потом уже ушла вы понимаете да сидела и отмаливала оба рода за все что там было потому что мы можем всего и не знать с вами чего там происходило мне расстановка например показала что моя прабабушка убила прадеда но это расстановка показал никогда не разговора не было в семье никогда никто об этом не верю возможно никто не знал возможно даже моему деду об этом никогда не вылазка можно еще маленький да вот вы говорите война тяжелое время то но не вся страна впал в зависимость нет я про что вам и говорю не все не все зависимые травмы у всех а зависимости не у всех поэтому наше дело раз у вас зависимость значит искать тот источник который просто до вас каким-то образом не дошел вот каким-то образом именно в вашей семье то ли накопилось много боли и все это прервалось то ли кто-то кого-то предал и набросил такое преступление когда до отвержения произошло типа пошел ты и вот таким образом наше дело восстановить эти все связи потому что там здоровье вот там до революции там здоровья вот в общем что вам надо сделать вам надо знать 4 фамилии папину мамину девичью одной бабушки девичью и 2 бабушки девичью если вы эти четыре фамилии знаете то все можно молиться по 4 фамилиям и просить помощи и наше дело говорить просто пожалуйста просто стоять в поклоне прямо спиной поклонитесь если душа не кланяется поклонить и пер на колени встаньте в церкви и просите пожалуйста помогите мне я не справляюсь а вы действительно не справляется у вас семьи так что вы не знаете с какого конца начинать узнавать мамина девичья маминой мамы девичья папиной мамы девичья если не знаешь пишем архивы и спрашиваем какая была фамилия поднимаем средства рождений и там все написано все в архиве выдаются лучше по фамилии почему потому что фамилии муж ну в нашей стране принято да по мужской фамилии передается из поколения в поколение то есть если у вас папа на этой фамилии то дедушка тоже на этой прадед тоже мы так предположим да если там что-то менялась то узнавайте про дедушка и очень фамилия пошла до всем поколений мужской ли не пошло если маминого отца брать мамина девичья значит мамин дед мамин прадед это же пошла фамилия и соответственно у обеих бабушек точно так же все фамилии знать и им кланяться кто у меня это делает у всех движение есть я вас уверяю если я не хожу в церкви значит если есть другой ритуал если ваша высшая сила другая или с другой ритуал обращение к ней пожалуйста не вопрос просто схема тоже вы можете хоть нарисовать на бумажке уже извините да свою высшую силу повесить ее дома и прям вот к ней но понятно у кого-то выше там высший разум кого-то белый свет ну понятно я вас очень понимаешь наш каждый ищет своего 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 шутила никогда не нагнетаю что это обязательно иисуса обязательно церковь просто легче всего потому что он мы тут в православном пространстве но слава богу нас с вами все храмы тоже здесь представлен значит дальше что долюбить себя ведь мы с вами если сами то не наполнимся мы дальше то не вернемся когда любить себя то знает зеркало говорить берете зеркало смотрите глаза в глаза себе двигаетесь ближе и говорите я тебя люблю почему глаза потому что там душа очень непростое упражнение возможно не сразу получится может быть плакать захочется от плакать от стонать отриветь и опять двигаться и делать это до тех пор пока вы почувствуете что если я люблю это ощущение это не какие-то действия что я там красиво оделась причесалась маникюр сделал я уже себя люблю это к душе контакт с душой собственной которая всех помнит все знает и может контачить со своими а через что почувствуешь какую-то язык это будет ощущение это будет ощущение возможно не сразу я говорю может быть и трясти начнет и плакать в общем не насилуйте себя поделали отошла еще раз поделала просто я знаю как это не просто дальше учиться проявляет любовь мы же то наполнимся мы то умеем а я вначале договорила в наших семи это не принято любви говорить и показывает они как мы показываем все что угодно у нас очень менталитете мы показывающий любовь на улице друг другу чем мы показали на улице подозрение может быть презрение и может быть раздражение пошла слишком долго в нашем городе на слишком много и вот это у нас принято молодежь еще не так а мы-то сами точно я прям застывшая маска на лице учиться проявлять любовь языке любви кто еще не знает что языки у всех разные есть 5 языков любви в интернете есть скачиваем покупаем читаем это начальные знания потому что языков любви более 500 и они еще меняются а это начальные знания мало того что свои языки узнаю и проявляю к себе на своем языке любовь начинаю проявлять любовь и к другим и спрашивать а как тебе а какой у тебя язык любви обязательно спрашивать даже если у вас совершенно спившийся или с наркоманиевшийся родственник или такой закрытый совсем потому что у нас как обычно мама еще на группы папа еще закрыты а этот совсем не контакт но в общем наше дело всех спросите со всеми пообщаться дети отвечают лет с полтора в общем как говорить научились отвечают какой язык не сразу не думайте что вам ты вы подошли тут а у я книжек начиталась лекция на слушал сдавания нет какое-то время дайте подумать человеку и он ответит я вам с уверяю маленькие дети тоже отвечают и отвечают и старенькие тоже отвечает но может быть подольше но попробуйте с любовью принятием вот моя лекция как говорит чтобы услышали им как-то с теми приемами с любовью до безусловным принятием не торопясь дать время и все таки спросить проявляем читаем книжки проявляем себе проявляем близким значит вот эта фраза просто как лечебная почему про нее говорю эту фразу я вычитала у психотерапевта который лечит заикание и с чем это как связано я не буду всю эту вам химию рассказать потому что но это медицинские всякие штуки но эта фраза совершенно точно лечит все он там пишет что она командов особенно в подростковом возрасте тоже может так вылечить если у вас наркоманы замечательно этого подросткового возраста а если постарше я вас уверяю все равно получится значит я очень очень сильно тебя люблю и принимаю тебя именно таким или такой да какой то есть даже употребление даже употребление и говорите это так часто как вы о нем думаете ли они и так часто как вы его увидите или ее люблю но не употребление любите любого потому что пока он не пошел лечиться он еще все с ней живет и она ему дорога он ведь чего за него хватился потому что она ему какой-то вторичную выгоду там осуществляет вы знаете что не так просто заболеваю все это не от дурацких привычек или от того что так просто захотел никто умирать не хочет заболевание с вами никто не хочет получить в анти белогоров всегда своей лекции говорит то что вы здесь все сидящие не наркоманы это что нет вы не попробовали никто не знает если вы вкололи героинчик а вы отсюда вышли у меня несколько было клиентов которые рассказывали как они заболели с первого раза это взрослая женщина правда женщина конечно мужчина может быть дольше хотя если на пубертате то может быть и молодые парни я как вошла с подружкой в этот притом подружка пошла за наркотиком я с ней зашла туда просто зашла из любопытца ночью чего я понесла и ей предложили употребить она к там осталось на пять лет она пять лет не могла оттуда выйти на улицу я с ней разговаривал когда она выздоравливала выздоравливала в группах и молодецкая большая все что с собой сделала на пять лет жизни так туда ушла согласилась употребить согласилась но попалась то сразу с одного употребления вот да ни разу не никогда до этого ничего и думать не давал на подружка была далеко не все было бы православие не было по друге но мы тут уже поговорили 70 советской власти у нас у всех очень сложно было это все через все годы пронести многие же из вас не крещённые в детском возрасте крестились уже когда можно программ пришли когда осознали все записали готова двадцатых тоже много не крещён и не так много но не так достаточно доступен вообще только все равно наркомании все равно не жизнь хотя честный прекрасно и морфия была полна все записали фразу эту фразу говорить говорить и говорить в любое время суток глаза прямо в глаза и говоря заочно и говорите на любом расстоянии и не забывать что это говоришь не головой и ртом а говоришь вот с душой чтобы это опустилась сюда чтобы ваша душа это говорила и возникнут обязательно чувство потому что особенно когда вы говорите а если он употребление а если он уже все украл а если у меня избил да если у меня матами то у нас обязательно с вами появились чувства почему я каждый раз вам говорю берите литературу берите схемы работы с чувствами слушайте лекцию дневник чувств отрабатывайте чувства да например я перебиваю тоже была на группе я задала запрос я дочку встретила очень получил так что надо было больницу отвезти она убежала употреблять я увидела всех этих потребителей ужасные и у меня чувство агрессия но все-таки чувства а мне женщины говорят а почему такие у тебя чувствуют даже почувствовали бюджет откуда-то возьмёт если меня чувство страха приорит на и страх астрах это как и могу астрам у вас накопленное ведро как я всегда говорю на с вами всегда с собой два ведра один со страхом 2 гневом а всем понятно почему с двоим ведром и всегда не потому что она мне зимой на руки нет это естественное чувство каждого человека нам страх дан для чего сигналы воспринимать когда сигнал опасность идет понятно если вы пришли в то место где полно химически зависимых не влечения в употреблении то понятно нужно самому беречься и в общем все себя уберечь поэтому страх мало того страх что я сейчас да тут не в том месте где хочу быть и прочее прочее ведро всегда с собой если сейчас потолок будет опускаться мы с вами не будем сидеть на столе сразу скотчем побежим почему то что ведро страха с собой сигнал будет получен сразу мгновенно ведро гнева для чего чтобы действовать то есть если можно будет сопротивляться защищаться у нас есть энергия действовать защищаться либо энергии убегать и тоже нужна энергия то есть страх сигналы гнев энергия навсегда два ведра с собой разряжать ежедневно особенно нам потому что были созависимые вообще понимаете что у нас больше накоплен чем у всех обычных людей несозависимых хотя нас 98 процентов их 2 то есть минут трудно сказать я просто кричала сильно тебе надо было с любовью на ушла говорят все правильно сделать не очень легко обдуманных на кож такими глазами я писали отрабатывать чувства ежедневно 8 раз в день пить больше воды чаще в туалет бегать в туалете отрабатывать по две минуты каждые три часа страх и гнев кто знает как страх отрабатывается трястись кричать визжать от страха я боюсь огнев как разряжать орать напрягать мышцы чего-нибудь долбать плеваться рычать все все написано книжки все исписан делают берите читайте делайте обязательно никогда не разведите до конца всегда будет полно еще запаса железа у нас с вами все работают это когда у нас начнут железы эндорфинов работать выработки любви это потом результате выздоровления будем всех любить никого не бояться ни на кого не злиться всех принимать как есть обожать всех которые приходят на группы все весь вот этот вот иконостас любите обожать будем потом сначала у нас с вами страх и гнев отработка чувств обязательное условие вот после этой фразы особенно вам не вот здесь кому будет застрелить все стеснула него будет уговорить вот будет такое чувство значит отрабатываю опять возвращаюсь отрабатываю опять возвращаясь пока не скажу по-настоящему душой не просто проговорю вы знаете да вот молитва да у нас есть одушевом покое замечали говоришь эту молитву а потом окрестно а говорила ли не говорил а половина не помню на середине молитвы вылетела вообще все из головы да вот это так ведь чувство нам не дает даже молиться уж не говоря об этой фразе это вообще работа над собой этот фраза работа над собой тут действительно ободраться потому что принимаю тебя полностью такой или так таким какой ты есть вместе с твоим заболеванием вместе с деградацией в результате заболевания вместе с тем что ты натворила сделал принимаю и отселяю тебя иди вон на зале если у меня лекция поднять дно болезни есть у меня лекция про отделение вы почитаю я буду послушать там есть другой подход не обязательно то что не все выживают от себя не так дальше как лекция поднять поднять дно болезни и одна из последних еще есть какая-то про это как как есть отделение отвержения да 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 другой подход и болезни к лечению болезни там за пролюборту так вот следующая еще серьезная фраза ответьте себе на вопрос желанный ли ваш желанный ли ваш ребенок то есть если вас двое употребляющих значит спросите себя обоих хотела и если вы хотели этого ребенка они просто это случайно зачатие там ну ладно как пошло или того не вовремя сейчас экзамен сдавать командировки а тут у меня это но потом кто-то переубедил либо ваш муж или отец вашего до ребенка насколько он хотел этого ребенка опять ответьте себе на вопрос обрадовался ли когда вы сказали было ли это вот уместно или не место и еще хотели ли его родители или ваши этого ребенка как они это воспринимали когда вы сообщили о том что беременна или вы боялись им сказать или когда вы сказали вас не очень пощели в этом слишком рано да нафига те 2 а как ты будешь растить нищету плодить какая-нибудь бабушка и вот если это имеет место понимаете это нужно будет поменять у себя в голове вот посидеть на эту тему подумать всех простить за то что они возможно да не захотели или были против или вам пришлось бороться за это простить себя естественно если вам было это не очень уместно и поклониться этому всему и спасибо высшей сели за то что так случилось что это жизнь есть на земле по цене этой жизни нет ничего вы понимаете что ценнее жизни человека на земле нет ничего если ответ на вопрос но это у животных то мы его убираем вот я знаю что насколько раз 300 процентов да то что он улетает даже везде совсем если он был желанную всем если все были рады у вас огромный ресурс вам меньше будет молиться вот я не у вас огромный ресурс потому что вот там кто-то хотел чтобы он родился а здесь возможно все были против понимаете может вы были студенткой или там на практике или вообще какой-нибудь солдат или там матрос непонятно когда мы покажем замечательно вот если вы желанное спасибо предкам если ваши дети желанные спасибо тоже значит сила в роду очень большая если даже пробираем пробивались через насилие через все что угодно замечательно какой а я нежеланная тогда вот та же самая техника простить всех своих предков за это принять их выбор понять почему это так было что был за период и и прям вот в их шкуре так скажем побыть и понять это принять понять и простить и если их нет на земле тем более а можно еще до быстренько а вот я дочку просто вымаливала чтобы она родилась но и она стала алкоголиком и вот я так думаю что я проявила сильная своеволе и метод наказали что как бы было не суждено нам так может такое быть что я очень хотела привела свои воли она родилась ну и это футболка подождите твоя высшая сила все еще карающие наказан понимаете да переписать второй шаг вот прям настоятельно рекомендую переписать второй шаг чтобы высшая сила была все-таки другая иначе с такой тяжело вообще выздоравливать который все время боишься у меня тоже как-то сомнений ящик как еще беременность сохраняла его и я думаю может быть тоже я чем-то виновата что вот может быть не надо было сохранять как бы недавно была я вот как бы всю беременность в больницах лежала что так вот хотела может тоже я сама навлекла кто-то на ребенка а сейчас благодарна что родила благодарна я сделала как я хотела вообще вы чё думаете что ваши дети наркоманы вам даны в наказание нет конечно для чего поменять вообще всю семью понимаете что как христос на кресте эти дети пришли они страдают каждый день вообще вот когда на них посмотришь они страдают каждый день от своей болезни это иллюзия что им хорошо и там удовольствие может быть первый раз это оценивать их синтетические какой там удовольствие там просто измененное сознание такое шоу не приведи господи скажет пожество договорили недолюбили а если перелюбили а вот перелюбленность это тоже не да не да потому что это как перелюбили это слишком много нянчили перехватывали ответственность не давали ничего делать да это нянчине такое это удовлетворение какой-то собственной потребности того кто это делает он чего-то додал того чего ему не додали либо играл в себя как мягкую грудь родить от всех неприятностей ну да а вообще если брать вот эти с травмы этих годов вы понимаете ну 70 80 еще ничего прибрежные сытые да дальше 90 все понятно подросткового возраста чё там нахапали да а если эти лишь бы не было войны вот здесь все поколение лишь бы не было войны и сейчас если они живы их спросишь так они сейчас лишь бы не было войны вот какие бы трудности не возникали чтобы не просто слава богу войны нет пенсия маленькая есть ничего там никуда не попасть врачей нет войны нет слава богу мы выживем не надо ничего кастрюлька водичка все мы там выжили здесь вы же понимаете чего это получается я очень сильно тебя люблю или я не люблю получать мы говорим о недостатке то что вы здесь сидите уже признать и недостаток есть понимаете недостаток людей есть лекарства нету сейчас говорим о том где это лекарство взять вот это лекарство сразу говорю вот это лекарство я написал денег а до который занимался психотерапией в семьях где заикание и он вычислил вот эту фразу у хеллингера точно такая же фраза и почему в этом говорю потому что я использую такую фразу до в работе с семьями это же срабатывает срабатывает и вот эта фраза звучит обычно на первых расстановках на первых порах и сразу с этого все выздоровление начинается но не это не мгновенный процесс это же надо выработать чтоб вот это не мешало а это лилось и вы почувствуете как польется вот это будет не перехватывание жизни я это говорю я очень сильно тебя люблю замечательно и принимаем идем и все дела и принимать принимала последнее время не принимаем а нужно будет принять принимаю тебя полностью и принять себя полностью в этом и себя я принимаю полностью именно такой какая есть даже если вижу уже там признаки своей созависимости чё ты уже поняла отвечу и задать я принимаю ну почему-то все деньги идешь лесом ночуешь дома верни открываю как же принимаю так и принимаю любовь и границы жесткая любовь называется если я принимаю значки на меня жесткая любовь книжка есть есть но это читаем вникаем и понимаем что любовь без границ это что а границы без любви это тюрьма вот придется все это совместить и все это в одной голове и сделать самой потому что возможно родственники уже не делают ничего или делают все не то если не хватит программу если я сама удовлетворена если я себя принимаю значит я не буду меняться зачем почти не меняется если какая есть и принимаю это личность на рост вы попробуйте себя принять вот так вот попробуйте это сделать потому что вы вы критичным взглядом всегда на себя смотрит нас научили себя критиковать и все время обвинять в чем тебе тут не так и там не так и тут нет и вдруг я себя полностью принимаю это просто ощущение тепла и бога в себе выше 7 как мы просто попробуйте следующее если даже тут все не идет и даже не принимали предки я не принимала им отец там или до мать ребенка не принимала то можно долюбить с момента зачатия до четырех лет рождения от рождения то есть когда вы посмотрите на фотографию вы видите в 45 лет вы уже увидите признаки зависимости которая теперь проявилась какие признаки прям на лице не улыбается грустный сдержанно ничего угодничает просто посмотреть кто знает про особое время есть до информация про собой в туда в книжке читали да в книжке читала а применять применялась внучка какое-то время получил очень хороший результат потом бросил значит особое время как себе так и своим близким но единовременно его можно уделять только одному человеку